Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня к разговору приглашаю родителей, бабушек и дедушек. Будем говорить о здоровье подрастающего поколения. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь к нам. Светлана Александровна Саварина, заместитель главного государственного санитарного врача Гомельской области, родилась в Гомеле. В 1988 году окончила Минский государственный медицинский институт по специальности санитария, гигиена и эпидемиология. Трудовой путь начинала санитарным врачом Шкловской районной санитарно-эпидемиологической станции. В 1991 году пришла на работу в Гомельскую областную станцию на должность санитарного врача. Почти 20 лет возглавляла отделение гигиены детей и подростков областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. С 2014 года заместитель главного врача по гигиене. Вопросы Светлане Савариной можно задать прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые зрители. Уже завтра тысячи мальчишек и девчонок отправятся в детские сады и школы. Когда учреждения образования готовятся к новому учебному году, то санитарные службы обязательно участвуют в процессе их приемки. На что обращаете при этом внимание и насколько, на Ваш взгляд, учреждения образования соответствуют понятию «здоровье, сберегающая среда»? Ну, конечно, да, я полностью согласна, что этот период очень напряженный для санитарной службы и ответственный. При оценке готовности учреждения к новому учебному году мы оцениваем все, что касается организации учебного процесса, организации питания, отдыха детей, начальная школа, территория. Все это идет под контроль нормативов санэпидзаконодательства. Какие выявляются недостатки? А недостатки бывают разные. Ну, конечно, хочу сказать, что за последние годы материально-техническая база учреждений образования значительно улучшилась. На сегодняшний день мы еще в некоторых учреждениях образования говорим о необходимости заменить или приобрести дополнительно учебные парты или учебные столы. Сегодня мы еще акцентируем внимание на мебели в компьютерных классах, особенно кресла, которые должны изменять высоту свою в зависимости от роста учащегося. Мы сегодня очень плотно работаем с системой образования по завершению темы организации и обустройства горячей проточной воды для детей во всех помещениях. Вот в этом году мы уже шагнули вместе в решении вопроса обустройства горячей воды в туалетных комнатах. Это, конечно, достижения и системы образования, и санитарной службы как контролирующего органа. То есть постепенно вот эту самую здоровьесберегающую среду совместно с педагогами удается строить? Удается. Удается. Давайте в продолжение этой темы посмотрим сюжет наших корреспондентов. История торфозаводской школы начинается в 1932 году с открытия семилетки для детей и рабочих, занятых на разработках торфяного массива. Первое здание школы было одноэтажным, деревянным. К тому же треть его занимал клуб. Сравнивать с ним нынешнее даже невозможно. Оно не просто современное. Здесь созданы все условия, чтобы учащимся было действительно комфортно. Первоклассница Василиса Трифонова в школу придет завтра, но свой будущий второй дом уже изучила. Сегодня в агрогородке ведется активное жилищное строительство, а поэтому количество первоклассников в торфозаводской школе в этом году значительно увеличилось. Как, впрочем, и учащихся других классов. С учетом того, что строительство будет продолжаться, в следующем учебном году здесь планируют перейти на двухсменный режим работы. Без потери качества обучения, в чем заинтересованы все стороны. Впрочем, современные первоклассники приходят в школу обычно уже подготовленными, что позволяет сделать учебный процесс более комфортным для детской психики. Стараемся заниматься в садике. Подготавливали, ходили в школу на подготовительные занятия. Учим буквы, цифры. Сестры помогают. Старшие, правда? Спальная комната для первоклассников – особая гордость, наверное, любой школы. Правда, при увеличении количества учащихся здесь могут возникнуть определенные трудности с наличием свободных площадей для размещения кроватей. Непосредственно в торфозаводской школе по этой причине провели специальный опрос родителей. Поскольку многодетные семьи приходят, то мама находится в декретном отпуске. А идет, получается, старший ребенок или второй ребенок. Мама в большинстве случаев находится дома, и поэтому могут досматривать своих детей после окончания учебных занятий. Физическая нагрузка на школьников – вопрос, который всегда волнует родителей, которые еще помнят свои практически неподъемные портфели с многостраничными учебниками. Учителя успокаивают – сегодня этой проблемы не существует. В портфеле первоклассника набор цветных ручек, карандаши, ластик, точилка, пенал, линейка, акварельные краски, альбом для рисования и кисточки. Притом, часть этих предметов может вообще постоянно храниться в классе, как и все учебники. Впрочем, тяжелых портфелей вообще не должно быть как минимум до седьмого класса. Со 2 по 6 класс идет деление учебников на первую и вторую часть в связи с тем, чтобы облегчить вес рюкзаков наших учащихся. И еще один вопрос, возникший в школах в связи с пандемией коронавируса. В рассчитанных на конкретное количество учащихся классах невозможно обеспечить так называемую социальную дистанцию. Впрочем, особых проблем учителя здесь не видят. В конце концов, на переменах школьники все равно общаются. В связи с этим, кстати, многие из них не поддерживают идею дистанционного обучения. Как показал весенний опыт, в четырех стенах школьники все равно не сидят. И где они находятся, пока родители на работе, часто никто не знает. А в учебных учреждениях проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Социальные дистанции в плане рассадки по одному обеспечить мы не сможем. Но дезинфицировать помещение, сквозное проветривание, санобработка помещения до начала и после учебных занятий, это, конечно, обязательно будет все соблюдаться. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель главного государственного санитарного врача Гомельской области Светлана Саварина. Светлана Александровна, ну, конечно, у разных детских садиков и школ и разные возможности. Удается ли обеспечить надлежащие условия небольшим учреждениям, особенно деревенским? Я вам хочу сказать, что в маленьких учреждениях образования проще даже при отсутствии вот этих современных оборудований, мебели, навести порядок и сделать тот оптимальный учебный режим, который и нужен для здоровья и сберегающей среды. В больших школах, особенно в переполненных, переукомплектованных, тут, конечно, есть риски, которые мы пытаемся решить вместе с руководством конкретного учреждения. А вторая смена, вот это как для здоровья детей? Это скорее плюс или минус? Вот если в несколько смен обучения. Вы знаете, что я хочу обратиться к основным принципам физиологии организма человека. Ведь периоды работоспособности есть как в первую половину дня оптимальные, так и во вторую половину дня. То есть, конечно, идеальный вариант – это первая смена. Она хороша и для ребенка, и для родителя, потому что режим жизни семьи одинаков. Но второй смены нечего бояться, если в этом есть необходимость учреждения образования. В санитарных правилах есть регламент, по которому разрешается отдельная класса комплекта выводить во вторую смену. И эти требования именно сочетаются с этими физиологическими законами жизнедеятельности детского организма. Какие рекомендации в этом году даются учреждениям образования в связи с профилактикой коронавируса? Потому что это все-таки… Важно. Это очень важно, и это нужно учитывать, что такая возможность еще сохраняется, а заразится. Да. Вы знаете, я хочу вам честно сказать, что буквально на днях два министерства. Министерство здравоохранения и Министерство образования, два министра подписали методические рекомендации по основным рекомендациям работы учреждений образования по профилактике именно ковидной инфекции. Хочу сказать, чтобы не пугались руководители системы образования, что да, этот документ имеет в текстовом варианте 16 страниц. Но почему он такой большой? Потому что в зависимости от условий функционирования учреждений образования, каждый директор выберет те рекомендации, которые он может и, соответственно, должен внедрить в работу своего учреждения с целью профилактики ковид. Это первое. А второе, хочу сказать, что мы немножко поработали по профилактике ковид в условиях пришкольных детских учреждений. Я вам хочу сказать, что, конечно, все очень переживали, и медики, и педагоги. Но благодаря вот этой активности с обоих сторон, настороженности, мы провели оздоровительную кампанию в пришкольных лагерях стабильно и без всяких случаев заболеваемости. Были единичные контактные дети, они изолировались своевременно, и все было хорошо. Конечно, условия обучения, когда соберется вся школа, это немножко другое. Но я вам хочу сказать, что мы общались с руководством системы образования области и пришли к общему мнению, что профилактика должна у нас начинаться с родителей. Потому что термометрия, которую мы все сегодня слышим и в организованных учреждениях у взрослых на работе, вот это все организовано, термометрия по приходу на работу. Вот эта термометрия, она должна быть организована в учреждениях образования. И я хочу сейчас обратиться к родителям, потому что от них сегодня тоже будет зависеть надежность в эпидемическом плане всего учреждения образования. Уважаемые родители, прежде чем отправлять ребенка в школу, поинтересуйтесь, какая у него температура. Дайте возможность ребенку померить температуру, убедитесь, что у него она нормальная, и он может отправляться в учебное учреждение. А потом уже эту эстафету профилактических мероприятий подхватит сама система. Конечно, как говорили сегодня в интервью педагоги, это и применение антисептиков. Хочу только обратить внимание, что сейчас предложения антисептиков очень большие, поэтому внимательно надо смотреть на рецептуры этих антисептиков, потому что есть антисептики для деток маленьких, для среднего возраста, для взрослого. Поэтому, закупая их, пожалуйста, обращайте внимание. Это и режимные моменты уборки помещений с дезинфекцией, и проветривания. Все это очень важно, но еще много-много моментов, которые оговорены в этих методических рекомендациях. Спасибо большое, Светлана Александровна. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, вы уже в эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте. Обращается житель Новобелец, как вы прокомментируете ваша служба? Такой вопрос, вот ответьте мне, пожалуйста. У нас есть обойная фабрика, которая делает виниловые обои, и стоит страшный смрад от этой фабрики. А вокруг у нас находятся детские сады, детская поликлиника, школа. Завтра детки пойдут в школу, и такой смрад стоит. Она не работала, ее включили в пятницу вечером, и до сих пор продолжается эта травля. Спасибо большое за сигнал. Светлана Александровна, наверняка санитарные службы и главный государственный санитарный врач курируют этот вопрос. Я думаю, что данные по выбросам, которые есть от фабрики, там очень серьезные вкладывали средства в переоборудование, в решение этого вопроса. И наверняка результаты анализов тоже или есть, или они в ближайшее время будут. Я хочу сказать, что вопросы есть. Инициативной группой мы информируем о том, что проводит санитарная служба по этому вопросу. Но я хочу сказать, что этот вопрос на контроле не только санитарной службы города и области, но и органов власти. Да, гомель-обои месяц не работали, потому что из-за каких-то неполадок вот эту всю систему они подвергли серьезному ремонту и переоборудованию. Вот они заявились к нам на пробный пуск и мы будем оценивать, какие проведены работы по этой установке и делать пробные замеры в период их работы на уже отремонтированном, переоборудованном оборудовании этой фабрики. Ну странно, что до сих пор люди жалуются, потому что опасность же не в запахе как в таковом, а в том, что там содержится, что же выбрасывается. Это действительно может иметь какие-то последствия? Можно сказать, что исходя из тех химических веществ, которые мы замеряем, а мы, как говорится, держим это очень на такой оптимальной кратности, то есть как только ветер идет на жилую зону, сразу и завод, и санитарная служба, мы проводим исследования. И кроме формальдегида, и то это были единичные случаи в начале, ничего не было обнаружено. Но и формальдегид это тоже, конечно. Да даже и просто запах, да, уже не говоря о формальдегиде, все равно даже просто запах, это неприятно, и этого в жилой зоне быть не должно. Конечно, не должно, не должно. Но плохо то, что в нормативах санитарной службы, сами на педзаконодательство, нет такого норматива запах. Если бы он был, мы бы его оценили, и это был бы уже самый козырь, который бы позволил нам делать какие-то радикальные решения. А так, конечно, да, есть вопросы, но поверьте, мы точно так же озабочены, как вы, и стараемся вывести этот вопрос в правильное русло, чтобы все было хорошо. И эта ситуация на личном контроле у руководителя области, у Геннадия Михайловича Соловья, да, этот человек не оставляет вопросы нерешенными, поверьте. Давайте продолжим. Мы говорили с вами о том, какие меры в этом году будут приниматься для того, чтобы защитить детей от возможного распространения коронавируса. А вообще, вот если исходить из практики, уже большой, сложный сезон успешно пережили, справились. Какие меры стоит принимать нам всем для того, чтобы не заразиться? Что показало свою эффективность, так если коротко, что бы вы порекомендовали нам всем в преддверии осени? Ну, буквально один, два, три. Первое – это масочный режим. Он реально себя оправдал, как профилактическая форма, даже на примере вот наших наблюдений, которые мы имели по области. Второе – это обработка рук антисептиком и просто мытье, регулярное мытье рук с моющими средствами. Второе – дистанцирование. Очень приятно, когда ты, как покупатель, например, попадаешь в магазин или на почту или еще куда-то, и слышишь, как люди уже друг к другу делают замечания. Давайте соблюдать дистанцию. Это очень приятно, потому что это уже входит в наш обиход жизни. И если это помещение, то, конечно, проветривание. Если погода позволяет, желательно открытыми держать фрамуги, окна постоянно. Если это будет более холодное время, значит, периодическое проветривание. Спасибо. Такие, вроде бы, несложные, да? Не требуют каких-то суперусилий, способов, но они свою эффективность показали, потому что работники эпидемиологической службы, слава богу, практически не болели. Да, практически нет. Хотя имели дело с инфекцией напрямую. Напрямую, да. В основном это были семейные очаги, потому что мы все люди, конечно. Конечно. Вообще то, что очень многие дети фактически закончили свое обучение в прошлом учебном году, в апреле, получили 4, а то и 5 месяцев каникул. Это фактор риска для того, что вот сейчас им будет тяжелее адаптироваться к учебным условиям. Вы знаете, я вот, например, как человек, который работал в гигиензии подростков очень много лет, я не вижу в этом никакого особенного риска. Ну, было у нас 3 месяца классика, да, отдыха детей, стало 4, если даже 5. Мы уже не первый год в последнее время говорим о том, что учебный процесс в современной школе очень напряженный. И то, что у нас иногда, особенно в старших классах, у детей, которые стремятся повысить свои знания и получить хороший балл, есть даже перегрузки, факты перегрузок. Вот, поэтому для детей это ничего страшного. Войдут они очень гибкие, в отличие от нас взрослых, они быстро войдут в структуру и в систему вот этого режима обучения. Единственное, что я так думаю наверняка, что система образования именно педагоги, они тут найдут возможности, вот я уже слышала сегодня, введение дополнительных занятий для тех детей, которые при дистанционном обучении, они там может что-то не так усвоили, недопоняли. То здесь, конечно, со стороны педагогов будут предприняты дополнительные какие-то шаги и усилия. А как вы думаете, то, что за этот сезон пандемии мы наконец-то научились все мыть руки, дезинфицировать поверхности, заботиться о себе, все это скажется на сезоне простуд, благоприятную сторону? То есть, может быть, мы и ОРВИ будем меньше болеть осенью? Вы знаете, что вот то, что вы спросили, для нас это тоже очень интересно, потому что что такое вирус COVID-19, мы уже как бы поняли. Но как он будет сочетаться с вирусом гриппа, это два совершенно разных вируса. И никто не говорит, что если будет один, не будет другого. Наоборот, мы, да, эпидемиологи ожидают присутствия и того, и другого вируса. Есть такое понятие в эпидемиологии, когда более сильный вирус подавляет более слабого. Вот что будет в этот сезон? Сейчас эпидемиологи вместе с лабораторной службой, они изучают, пытаются тенденции эти изучить. И уже какие-то чуть позже выскажут свое мнение. Но я вам хочу сказать, что по вирусу гриппа они ожидают, наши эпидемиологи, ожидают присутствия таких вирусов, которые у нас были 3-4 года назад. То есть последние год-два это был немножко другой вирус, и прививка была немножко другая. Поэтому я уже плавно так перехожу к прививкам. По вопросу вакцинации. До вакцинации, которые мы уже стоим в преддверии. Вот официально у нас с 1 октября начинается прививочная кампания. Но я думаю, немножко раньше будут доставлены уже вакцины. Возможно, уже с середины сентября люди и смогут иметь доступ к вакцинации. Поэтому, обсуждая этот вопрос, все-таки прививка от гриппа, она в этом году актуальна. В силу того, что ожидаем немного другие штаммы этих вирусов. Ну и плюс еще уже появились статьи и мнения лечебной службы Минздрава, что прививка от гриппа, она у некоторых людей ослабевает действие вируса ковида. То есть за счет того, что иммунная система подстегивается прививкой, она способна дать более сильный отпор, если организм встретится с вирусом ковида. Поэтому вот такие пока у нас наблюдения, такие какие-то мысли, предположения, предложения. А там уже, конечно... А главное не встретиться сразу с двумя вирусами, чтобы не получить и коронавирусную инфекцию, и плюс еще и грипп. А это никто не исключает. И весь комплекс сопутствующих осложнений при этом. Вот эта ситуация будет страшная тогда. Ну, не страшная, но напряженная точка. Да, ну хотя бы от гриппа можно себя защитить. Если от коронавирусной инфекции еще пока нет вакцины, то от гриппа есть. И от гриппа она разрабатывается уже с учетом ситуации, ожидаемой в этом году. Конечно. То есть не по итогам прошлого года, а по прогнозам на грядущий эпид-сезон. Поэтому, что касается детей, какие рекомендации по прививкам именно для детей? От гриппа. От гриппа, конечно. Ну, я хочу сказать, что прививка от гриппа, она не входит в основной календарь прививок для детей. Здесь скорее мы говорим о календаре как по эпид-ситуации. И насколько делать, не делать ребенку, если родители сомневаются или хотят услышать мнение медика, то, конечно, лучше обратиться и обсудить этот вопрос с педиатром. Мы рекомендуем однозначно прививать детей, которые посещают большие коллективы. Второе. Если маленький ребенок дома, а есть старший школьник, это тоже большой риск для малыша. Вообще, прививка от гриппа делается с 6 месяцев. Но с 3 лет однозначно мы рекомендуем, если есть на это эпид-показания. Многие родители боятся осложнений после прививки, особенно если речь идет о маленьких детях. Вот где здесь грань? Где нормальная реакция на прививку, а где она уже считается патологической? Да, боятся этих всех осложнений. Но тут, конечно, все зависит от того, как сам организм отреагирует на введение этой вакцины. Потому что кто-то бессимптомно переносит, у кого-то начинается подъем температуры. Самое главное в этой ситуации, когда, например, поднимается температура, начинает место прививки краснеть, надо оперативно связаться с педиатром и обсудить эту ситуацию. Если, например, родители взяли ожидательную политику, наблюдательную, а что будет, может завтра упадет, то если 2-3 дня от силы температура держится или повышается, то, конечно, тут однозначно надо идти к педиатру и вообще принимать меры и не выжидать. Мы с вами говорили о том, что учебный процесс, он в первую очередь должен быть построен так, чтобы сохранить здоровье детей, ну, как минимум, не навредить. Но при этом получается, что к выпуску только небольшая часть школьников не успевают получить какие-то хронические заболевания. Причин этому может быть множество, и они разные. Но вот основные школьные проблемы давайте рассмотрим. Вот начнем с осанки. Редко кому, только, наверное, тем, кто серьезно занимался спортом в детстве, не говорили родители и учителя, не сутулься. Но при этом с замечаниями, как правило, дело никак не исправляется. Посоветуйте, пожалуйста, как сохранить здоровье позвоночника, что должны знать об этом родители? Да, вы знаете, что, конечно, несмотря на то, что первые позиции у нас по заболеваемости все-таки занимают болезни органа зрения, потому что стиль жизни и досуга наших детей стал определенным. Да, но нарушение осанки сколиозы тоже заболеваемость увеличивается. Вообще понятие профилактики нарушения осанки, оно комплексное. Это не только школа. Это и дом, где ребенок проводит досуг, где проводит домашнее задание. И все это питается. Все это вопросы, которые помогут позвоночнику ребенка вырасти в здоровый орган. Что хочу вот тезисно, чтобы не углубляться. Очень важно, чтобы и в школе, и дома была правильная мебель для того, чтобы посадка ребенка тоже была физиологична. Тезисно, ноги стоят на полу уверенно, колени должны иметь 90 градусов, спинка ровная. Но я хочу сказать, что сейчас уже медики не говорят, что весь урок ребенок должен просидеть как гвоздик с выпрямленной спиной. Периодически он должен облокачиваться на спинку стула для того, чтобы снять напряжение мышц позвоночника, мышц спины. Что еще важно? Это подвижный образ жизни. Не сидеть у компьютеров дома, ездить на велосипедах, играть в классики, волейбол, просто бегать, но оторваться от дивана, от стула, от компьютера. То есть борьба с гиподинамией. Второе. Посещение уроков физкультуры, активные динамичные перемены в школе. Третье. Правильная организация питания и в школе, и дома. Если питание в школе, в детском саду сбалансировано, и уже в меню поставлены акценты в том числе и на продукты, которые укрепят костную систему, укрепят, то все-таки приоритеты домашнего питания – это картошка, сосиски, все, что быстрее, бутерброды. Это то, что любят дети. Потому что попробуй накормить тем, что не хочется. А потому что в семье такие приоритеты. Ребенок смотрит на родителей. Когда наши родители станут правильно питаться, тогда у нас полюбит ребенок и свеклу, и салат из свеклы, и творожное блюдо, и много-много еще всего того, что полезно, а дети, как правило, основная масса есть не хотят. Для того, чтобы позвоночник формировался крепким, и вся костная система, опорно-двигательная система, надо, чтобы до 12-14 лет в приоритете были продукты кальциосодержащие. А это молоко, молочно-кислые продукты, что, наверное, только по выходным есть в семье. Ну, это от традиции, да, от традиции в семье. Да, а в школе три раза в неделю даются, это как минимум. Поэтому это комплексно. Очень важно, чтобы в организм поступал кальций. И второе – это борьба с гиподинамией. Укрепляем мышцы спины, пресса, и это поможет ребенку противостоять нагрузкам. А еще регламент нагрузок, вот скажу, да. Не зря у нас есть норматив по весу портфеля, рюкзака. Да, тоже нельзя перебарщивать с тяжестями. Вот это тоже важно в маленьком возрасте. И за этим тоже нужно следить, да, чтобы малыши… И помогать малышам, несмотря ни на что. Да, да, да. Ну вот мы плавно с вами перешли к вопросу пищевого поведения, пищевых пристрастий. Всем известно, что любят дети. А дети в основной массе любят чипсы и газировку. Хорошо, что в буфете уже эти лакомства не купить, да, насколько я знаю. Да, да, да. Это уже запрещено. Ну, ребят справляются, ребят находят. Есть способы формирования какого-то рационального поведения в том смысле? Просто запрещать определенные продукты ребенку? Нет, я считаю, что вообще надо начать с семьи. Потому что авторитет родителей – это то важное, что было всегда у детей. Даже в жизни, наблюдая за детьми, вот так, ради интереса, как доктор, как гигиенист, смотришь, делает папа – повторяет сын. Делает мама – повторяет дочка. То есть авторитет, конечно, родительский незаменим. Поэтому, прежде всего, изменить приоритеты в питании семьи. Ну, а второе – это, конечно же, какая-то разъяснительная и обучающая работа педагогического состава с родителями и самими детьми. Конечно, можно и нужно, наверное, стоять в столовой, наблюдать, как дети кушают, учителям объяснять, насколько полезно то или иное блюдо. Наверное, да, это они делают. Но, честно хочу сказать, что некоторые и не всегда хотят это делать педагоги, но стараются. Но все-таки хочу вернуться вот к первому фразе, что семья – это важно. Все от семьи. Личный пример родителей. И вопрос органов зрения. Если раньше проблемы со зрением у ребят выявлялись уже в школе, то сейчас детки уже отправляются в первый класс. Уже очень многие в очках. Ну, это понятно. Телевизор, компьютер, гаджеты, телефоны и тому подобное. Здесь какие прогнозы у врачей? Это будет поколение, уже обреченное на близорукость? Ну, вы знаете, если мы не начнем делать какие-то профилактические шаги, я имею в виду не санитарную службу и медицину, а именно немножко встрепенем родителей, которые займутся досугом своих детей, поднимут их с диванов, со стульев и отправят на улицу активно проводить на свежем воздухе свое свободное время, то, ну да, орган зрения, конечно, он такой очень слабенький, особенно до 12 лет, когда идет формирование глазного яблока и мышечной системы, которая меняет вот эту вот форму. А здесь есть такая вот, ну, многое же от наследственности зависит, от генетической предрасположенности, от того, есть ли близорукость у родителей, но так в целом. Вот есть какая-то взаимосвязь четкая, то есть сколько времени ребенок проводит, например, с телефоном, с планшетом, у компьютера, и это гарантирует ему проблемы с глазами? Ну, я хочу сказать, что, конечно, говорить гарантировать, это все зависит от индивидуального ребенка. Вы сами сказали, что наследственность, это тоже очень важно. А у кого-то будет всю жизнь хорошее состояние, что бы он при этом ни делал. Да, да, совершенно верно. Ну, есть такие рекомендуемые нормативы, которые здравоохранение предлагает. Это в зависимости от возраста. Маленьким детям вообще до 10 минут дошкольного возраста, 10 минут занимался, и все. И тебе этого достаточно. Многие, наверное, наши телезрители улыбнулись, потому что на сегодняшний день это... Часами. Это да. Зато ребенок молчит и никому не мешает. И никому не мешает. И не отвлекает родителей. Совершенно верно. От соцсетей. Ну, и для старших школьников, студентов вузов я бы рекомендовала просто не забывать делать перерывы. Вот полчаса, минут 40 позанимался с компьютером, делал какие-то мероприятия нужные для подготовки. Все. Можно даже не подниматься, просто отвести взгляд на какую-нибудь черную поверхность или просто примитивно поделать гимнастику для глаз. Светлана Александровна, спасибо огромное. У нас 3 минуты до окончания эфира. Есть вопросы, которые пришли на Вайбер. Давайте коротко в таком БЛИЦ-формате. Как долго можно хранить разрезанный арбуз? Также интересуется сваренной кукурузой. Ой, ну я бы вообще ни арбуз, ни кукурузу долго не хранила. Часов в 6, потому что это готовое блюдо к употреблению. Поэтому надо желательно съедать в течение дня. Не хранить. Не хранить. На нашем предприятии сотрудникам предлагают вакцинироваться от гриппа. Я думала, что в связи с распространением коронавируса этот момент уже не актуален. Есть ли смысл такой прививки? Обсудили подробно. Обсудили. Однозначно. Да. Есть. Наше мнение, да. Наше мнение, да. Получить грипп и коронавирус в букете, это будет крайне неприятно. Лучше избежать, если есть возможность. Сейчас все кругом от мала до велика в жару и в холод носят кроссовки. Оно и понятно, современно удобно, но не всегда полезно. Какие гигиенические требования к обуви детей и подростков? Вот, наверное, подростков надеть что-то, кроме кроссовок, бывает родителям сложно убедить. Это вредно весь день? Вообще, я хочу сказать, что пусть кроссовки, да. Но когда приобретаете кроссовки, обращайте внимание, что если это кроссовки вы покупаете для лета, они должны быть из натуральной гигроскопической ткани внутри и желательно снаружи. То ли она будет пористая, то ли хлопчатобумажная, но стельки должны быть натуральные. Тогда весь этот дискомфорт стопы, он будет благодаря характеристикам ткани уходить, и ребенок будет чувствовать себя комфортно. И желательно не синтетические, а именно хэбэшные носочки, какие-то слитки одевать. Это тоже будет в плюс этой ситуации. В будущем году, 1 сентября, дочери исполнится 6 лет. Мне кажется, она не морально, не физически не будет готова к школе. Могу ли я на законных основаниях оставить ее в детском саду еще на год и не отправлять в 6 лет в первый класс? Вот не повезло ребенку с днем рождения, 1 сентября. Можно ли в 6 лет пожелания родителей не отправлять? Я думаю, в этом даже нет проблемы. Сегодня мнение родителей, общее состояние ребенка, его физиологическая готовность, потому что до сих пор есть такие тесты, разработанные Минздравом, которые определяют готовность ребенка к обучению. Если она наберет нужный балл по готовности, то состояние здоровья, мнение родителей, это все решается в системе образования сегодня без проблем. Поэтому надо обсуждать. Светлана Александровна, спасибо огромное за такую интересную, насыщенную сегодняшнюю беседу. Время пролетело совершенно незаметно. Да, спасибо и вам. И поздравим всех с наступающим днем знаний, 1 сентября. В обязательном порядке. Это уже традиция 1 сентября, это считается праздником. Поэтому я поздравляю всех и учителей, и родителей, и деток с наступающим 1 сентябрем. Пусть этот учебный год будет спокойным, и нам все удастся без всяких эксцессов. Здоровья вам! Да, самое главное, и наступает осень, время быть друг к другу теплее, добрее, заботиться о себе, заботиться о своей семье. Надеюсь, что ваши советы, которые сегодня прозвучали, в этом помогут. Спасибо. Очень хочется этого. Заместитель главного государственного санитарного врача Гумельской области Светлана Саварина была сегодня у нас в гостях. Наша программа уходит в небольшой отпуск, и мы увидимся с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова